Да-да, именно такие эмоции испытываешь, управляя этим самолетом. Уточню, управляя с земли, ведь это радиоуправляемая модель, хотя смотря на эти кадры так сразу и не скажешь, что это игрушка. Да, игрушка, но очень классная и однозначно стоит своих денег. Привет, вы на канале Заграчики и сегодня на обзоре и тестах радиоуправляемый самолет от бренда KF-PLAN KF-605. Это уменьшенная копия самолета F-35 с отличной аэродинамической формой и красивым внешним видом. И он способен не только летать, но и делать воздушные трюки. Но обо всем по порядку. Данный самолет мы получаем в большой красивой упаковке с ручкой. Ну а в специальной форме из пенопласта находится сама авиамодель, пульт и еще несколько аксессуаров. Самолет по сути готов к полету. Осталось несколько лишь манипуляций сделать с крепежом хвоста, а также шасси. Это у нас заднее шасси, переднее, отвертка, специальный ключ для замены лопастей на двигателе, сменный комплект лопастей и зарядный кабель для аккумулятора. С его помощью можно от любого USB зарядить аккумулятор данного самолета. Самолет изготовлен из ультрапрочного пеноматериала. По сути это неубиваемый пенопласт. Он легкий, но в то же время очень крепкий. Изделия из него получаются гладкие и ударопрочные. При повреждении его можно с легкостью отремонтировать с помощью пеноклея. В нижней части корпуса располагается два отсека с аккумулятором и платой управления. Ну а на каждом крыле располагается электромоторчик. А с помощью двух сервоприводов происходит управление самолетом. Ну что ж, давайте теперь подготовим его к полету. Для этого необходимо закрепить два хвоста. Вставляем и тянем вниз. И он уже держится на защелках. Теперь одеваем заднее шасси. Кстати колесики все вращаются. И устанавливаем переднее шасси. Все, самолет готов к полету. Правда осталось зарядить аккумулятор. В этой модели он перезаряжаемый, литий-полимерный, 3,7 вольта 600 миллиампер. Заряжается он ровно час. Проверял. Этого хватает примерно на 15 минут полета. Перед полетом необходимо активировать тумблер в нижней части корпуса. Начинает мигать индикатор. Он готов к соединению с пультом. Давайте рассмотрим пульт. Питается он от 4 пальчиковых батареек. В комплекте они не входят, я установил туда свои. На передней части располагаются элементы управления. С их помощью можно добавлять обороты двигателю, поворачивать, а также выполнять разные трюки. А на торце находятся две боковые кнопки. Для выполнения некоторых трюков необходимо зажимать одновременно несколько кнопок. Об этом как раз и рассказано в инструкции, которая также идет в комплекте. Ну и теперь пришло время запустить пульт. При включении пульта на нем начинает мигать индикатор. Левый стик на секунду поднимаем вверх и опускаем вниз. После этого пульт соединяется с самолетом. Обратите внимание, что когда я его вращаю, у него сервоприводы срабатывают и подстраиваются. Особенностью данной игрушки является в том, что она оснащена системой стабилизации со встроенным шестиосевым гироскопом. А это значит, что он имеет автоматический баланс, автовыравнивание в полете и удобное управление. В сочетании с вышеперечисленным им очень легко управлять. И даже если вы новичок и впервые взяли его в руки, не бойтесь, у вас все получится. Вес самолета в полном сборе 78 грамм. Длина самолета от края до края 36,5 сантиметров. Ширина от крыла до крыла 32 сантиметра. Ну а высота от поверхности 8 сантиметров. Имеет два режима взлета. Первый это с руки, самый практичный, а второй с поверхности. Для нормального и ровного взлета требуется ровная поверхность длиною от 5 до 10 метров. Взлетать нужно в сторону ветра. Мы воспользовались взлетно-посадочной полосой в малоизвестном аэродроме в Николаевской области. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А этот самолет для удовольствия от полета. Пульт для управления удобный. Самолет послушно выполняет все команды. Главное мне или вам как будущему владельцу разобраться с этими командами. Большая дальность полета. Несмотря на то, что написано 150 метров и может показаться, что этого совсем мало, на самом деле это не так. Он отлетал на такое расстояние, что его уже практически не видно, но по-прежнему вы можете им управлять. Модель выполнена из хорошего материала. Самолет легкий, но при этом не теряется прочность. Во время тестирования он много раз приземлялся и даже падал, но на нем не царапины. Во время последнего тестирования на улице была ветреная погода, но несмотря на это он отлично справлялся с управлением. И в этом как раз помогает встроенный гироскоп. Стоит также отметить, что у данного самолета 4 канала управления. Даже если на одном из каналов во время управления будут какие-то помехи, остальные 3 будут передавать сигнал, благодаря чему не потеряется управление. Ну и конечно красивый внешний вид. Его даже просто вот так вот поставить на столе и очень классно смотрится. Обзор уже подходит к концу. Оцените труд лайком. Если не подписаны, обязательно подпишитесь. Напомню, что ссылки есть в описании. До встречи в новых видео. Пока.